Привет всем! Сегодня мы поговорим про буддизм периода Аска. Очень интересно, что именно о буддизме этого периода фактически никто не говорит, ну, по крайней мере, об этом очень мало. Период Аска это с 552 года до 645, то есть это первые годы существования буддизма на японской земле. И когда мы говорим о буддизме периода Аска, то здесь есть четыре главных фактора, о которых стоит поговорить. Первое – это иммигранты, второе – это аристократы, которые поддерживают буддизм, третье – это упорно-ритуальную, а не дектринальную часть, и четвертое – это развитие буддистской материальной культуры, от которой уже дальше отталкивались. И начнем мы с иммигрантов. Причем здесь иммигранты? Я уже упоминала в предыдущих видео, что иммигранты-буддисты упоминаются в Нихон-шоке. Упоминаются они там под именем Кикадзин. Но стоит понимать, что речь здесь идет не о свеженьких иммигрантах, вот прямо сейчас и скорее в Китае, а скорее об иммигрантских кланах, которые уже какое-то время в Японии прожили, но свое заморское происхождение, в основном китайское, не забыли. И помимо буддизма и других религиозных концепций, дао, конфуцианство, они принесли в Японию еще много чего хорошего. Например, производство шелка, коневодства, вообще много чего принесли. Также важно, что из Кореи тоже много приезжало очень полезных для буддизма людей, в том числе скульптинг, скульпторы, архитекторы и, конечно же, монахи. Помните видео про принца Щетаку, Щетаку Тащи? Мы говорили, что он учился под началом корейских монахов, что подразумевает, что для того, чтобы научиться разбираться в сутрах, японским буддистам необходима была помощь людей с материка. И именно эти люди очень активно развивали буддизм на японской земле. Например, мы точно знаем, что, по крайней мере, в 625 году кореец Э Кан, который, кстати, ученик известнейшего китайско-персидского монаха Дзи Цзанга, занимал в Японии высшемонашеский пост Содио. То есть японцев на тот момент таких позиций все еще не хватало. Ну, вообще, свидетельства о том, что из Кореи продолжали пребывать со время всего периода Асука буддистские специалисты и, конечно же, монахи очень-очень много. Второе. Помимо иммигрантов, которые, конечно же, сами по себе мало чего могли бы сделать, буддизм стоял на плечах аристократов. И конкретно, как вы уже, опять же, знаете из предыдущего ролика про принца Щетаку, клан Сога. Ну, помимо клана Сога были и другие кланы, которые поддерживали буддизм, но именно клан Сога первыми сделали свой фамильный храм Аскадера. И зачем аристократам вообще понадобилось поддерживать буддизм, я думаю, вполне понятно. Буддизм подчеркивал их цивилизованность и продвинутость. И, казалось бы, что здесь такого странного? Аристократы поддерживают буддизм. Ну, понятное дело, кому еще другому. Но интересно, что в Китае и Корее буддистские храмы в то время строились по приказу правителей. И изначально правители играли довольно большую роль. Ну, китаисты, кореисты, поправьте меня, если я не права. А вот в Японии императорская семья добралась до строительства храмов значительно позже. Изначально же этим занимался именно клан Сога. В 624 году в Японии было 46 храмов. И никаких свидетельств о том, что королевская семья действительно участвовала в их строительстве у нас нет. Да, как уже упоминалось, есть масса легенд о том, что Щеток Утающий построил тот храм или иной храм. Но, опять же, никаких сведений, которые однозначно об этом поговорили, у нас нет. Только легенды, которые уже написаны были через сто лет после его жизни. Так что мы даже насчет принца Щетоку не знаем. И, конечно же, Сога Ноумака был патроном первых буддистских монахинь. Как мы помним, первыми в Японии приняли монашество именно три женщины. И других корейских монахов Японии он тоже очень-очень сильно поддерживал. Но здесь мы подходим уже к третьему пункту, упорно ритуальную недоктринальную часть. Хотя, как мы опять же знаем, про Щеток Утающий, который у нас был знатоком учения, очень хорошо разбирался в сутрах, но привлекало в буддизме все-таки не это. В буддизме самым прикольным был магический аспект. То есть ритуалы, которые могли дать столько всего замечательного, столько всего хорошего. Например, буддистские ритуалы обещали исцеление от болезни, от решения каких-то сложных ситуаций, ну или хотя бы удачной по смерти. И вся материальная культура, которая производилась в то время, в том или ином роде была признана обеспечить успех в ритуалах. Кстати, насчет статуй есть больше свидетельств о том, что в их изготовлении могли быть задействованы император или кто-то из императорской семьи. Один пример такого приписывается императору Йо Мэй. Император Йо Мэй вроде как заказал статую Якуши Ньорай, когда заболел, но после этого он практически сразу умер и статую доделывали, ну то есть не своими ручками, понятное дело, доделывали, но платили за ее изготовление уже тоже самое счеток Утащи и императрица Суйко. То есть статуя уже не могла никак помочь императору, кроме того, чтобы обеспечить ему хорошее по смерти. И вот таких статуй, на которых написано, что они были изготовлены для того, чтобы кого-нибудь исцелить, или чтобы опять же у кого-то после смерти все было в порядке, все было тип-топ, их довольно много мы знаем. И вот здесь мы переходим к развитию буддистской материальной культуры. Как я уже сказала, у нас магический аспект в буддизме был главным, а Будда и Вадхисатва вообще воспринимались как такие очень крутые камни. То есть в первую очередь покровители. И статуи воспринимались именно как способ достучаться до этих покровителей. Ты посвящаешь им статую и через это получаешь их защиту, получаешь от них какие-то бонусы. Вот эти статуи, которые производились в эпоху Аска, в период Асука, стилистически очень напоминали статуи, которые в то же самое время производились в Китае и Корее. И делали их в основном тоже представители всяких, ну в смысле заказывали, тоже представители всяких аристократических кланов Сога и других. Главным скульптором того времени был Тори Бущи и кстати он тоже представитель эмигрантской семьи, скорее всего где-то из территории нынешней Кореи. Его семья занималась изначально производством сёдел, но после него уже переключилась на буддистские статуи. Многие статуи седьмого века считают работами или самого Тори или его школы, то есть приписываются ему. Из самых известных это Асукадеро Дайпутцу, например, Триада Щака и Юмидона Канна. Его стиль очень похож на стиль Северный Вэй, то есть это Китай. И вот, кстати, здесь стоит поговорить о той самой триаде Щака. Это Щаке Муни, Буцу, Яку, царь лекарства и Яку Дзё, Тьесатва, величайшее лекарство. Для того времени это была стандартная группа, все эти три статуи были, ну это как бы такой ансамбль статуй, были созданы Тори Буще для Щёта Кутайщи. Ну, опять же, по легенде. Та же самая история. Щёта Кутайщи заболел, заказали статуи, чтобы он поправился, но в процессе он умер, так что статуи уже выполняли совсем другую функцию, то есть предназначались для того, чтобы у него было хорошее по смерти. Здесь, кстати, очень интересна тоже история, потому что мы, опять же, не можем сказать со стопроцентной уверенностью, что эти статуи действительно были созданы для того, чтобы Щёта Кутайщи поправился. На них есть надпись, но не на самих статуях, а на постаменте. А постамент мог быть сделан значительно позже, так что там непонятно. И к тому же считается, что вот тот, ну скажем, стиль написания этих статуй, стиль написания вот этой вот дарственной надписи, он как-то не очень подходит для периода Асука. К тому же Тори Бущи там упоминается именно как Бущи, то есть это уважительный титул для скульптора, производящего именно буддистские статуи, а на тот момент он ещё явно Бущи не был. То есть это 100% более поздняя надпись. Зачем же было подделывать все эти надписи? Ну, наверное, это было нужно в первую очередь для того, чтобы показать, что императорская семья всё-таки участвовала в продвижении буддизма, что это был не один только клан Сога. Как бы сместить фокус на императорское семейство. То есть в первую очередь, конечно же, счёток утащи. И что мы имеем? Буддизм периода Асука – это только самое-самое зарождение буддизма на японской земле. Он ещё очень-очень-очень сильно зависит от иммигрантов из Китая и Кореи. Ну, понятное дело, с территории современных Китая и Кореи. И своего собственного стиля, своих собственных школ, понятное дело, на тот момент в Японии ещё не появилось. Это будет уже дальше. И вот об этом мы поговорим в следующих роликах. Всем спасибо. Пока-пока. И я напоминаю, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Мы всегда читаем, всегда на них отвечаем. И обязательно заходите в Inakamono. Это мой телеграм-канал, на котором мы обсуждаем всё подряд. И на котором есть всякие эксклюзивные материалы. Например, мои фото и видео из поездок. Вот теперь точно. Пока-пока.